здравствуйте друзья пятница утро ну естественно вопросик у нас есть михаил и светлана здравствуйте я от обоих нас здравствуйте два года являюсь вашей подписчицей и благодарным зрителям спасибо спасибо за ваш труд у меня такой вопрос если у вас будет время есть время о чем речь осветите его пожалуйста как быстро как быстро могут рассчитывать свежеприбывшие иммигранты на свое жилье ну то есть мы считаем что легальные да то есть они иммигранты на свое жилье нам по 37 лет запаса около 40 тысяч долларов двое подростков детей хочется максимально через год обзавестись небольшим но своим домом в недорогом месте некрупном городе в аризоне к примеру не имею в виду покупку сразу просрочку конечно как это происходит на сколько лет как делится сумма какой должна быть кредитная история заранее спасибо вам вопросы недвижимости друзья интересует наших зрителей у меня есть прежде чем мы на недвижимость двинемся у меня есть некоторое беспокойство здесь ноги как бы так фактор который не учтен в письме а на самом деле он важный это двое детей подростков которые заставляют семью ну не селиться где-нибудь в аризоне где подешевле потому что все таки им надо в школу ходить и еще немножко и надо в колледж ходить и так вот это важно и значит первое это и там где мы селимся второе а соответственно это влияет на стоимость недвижимости второе на что влияет наличие двух детей подростков это то что им же скоро в университет поступать ну то есть я исхожу из того что они наверно верно как бы хотели бы продолжить образование после средней школы поэтому вы можете сказать себе по-американски вы можете сказать ну 18 лет исполнилось и спасибо до свидания там иди в большую жизнь сам разбирайся со своей житухой вы можете сказать как бы так в более традиционном для нас ключе вот вы можете сказать но все-таки это же дети они должны учиться и же надо поддержать первое время и одно дело поддержать ребенка который уехал так скажем вот вы живете в аризоне а ребенок уехал в бостон учиться и в бостоне значит вы заплатите на всю катушку потому что вы не жители штата массачусетс или там допустим чикаго поехали вы не жители штата или иной соответственно вам этот университет даже даже государственным будет стоить как частный то есть вы будете в год платить там 30 40 50 тысяч а у вас и денег таких нет поэтому вам бы гораздо удобнее было комфортнее чтобы все таки в таком месте жить где ребенок может учиться вы можете сказать но но если мы живем в аризоне в небольшом городке почему бы им там не не учиться в аризоне это это тоже правда то есть можно учиться и в аризоне тоже но одно дело человек может например если у вас есть дом тем более человек может жить в этом доме с вами и учиться в университете то есть вы его поддерживаете тем что вот скажем он не платит за жилье вы конечно можете сказать ну езжай вот там куда нибудь в аризоне же она будет жить в общежитии а жить в общежитии это сразу питаться в общежитии это сразу платить за общежитие это это не так дешево как может показаться то есть это это 10 расход при том что как вам сказать расход такой не очень осмысленная помню когда наша девочка вот поступила в беркли и мы поехали все вместе значит поехали смотреть там такой день когда вот можно ну как открытых дверей так вот мы ходим смотрим и там у них на кэмпусе пищеблок такой можно так сказать столовка такая хорошая большая и мы заходим в эту хорошую большую столовку и я смотрю у него глаза разгораются то есть там вот так ну ну вот как я не знаю в таких ресторанах самообслуживание да вот дать и ты идешь и там лежит 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 вот и там все сейчас замечательное лежит а проходит две недели ну может быть три и выясняется что она уже не может больше этого есть а хотелось знать как прямо глаза горели но ты не можешь каждый день одно и то же и вот через две-три недели возникает такое что нужно ну хотя бы раз в день нужно где-то еще питаться то есть я к чему клоню что все это связано с расходами и поэтому вопрос не только в том что вот допустим мама и папа которые сами молодые можно сказать только жизнь начинается мама и папа оказались каком-то маленьком городке только потому что там у них было там достаточно денег чтобы купить дом а мама и папа тоже зарабатывать хотят маме и папе еще 30 лет до пенсии и что же они будут в таком месте где не заработать ничего а там где зарабатывается там и цены на недвижимость немножко другие понимаете и вот это вот идея иметь недвижимость но хотя бы через год не позднее чем через год она может реализоваться естественным образом вот как-то так сложилось что раз его ты и пожалуйста она может не реализоваться и через пять лет тоже это не ничего страшного нет через пять лет им будет 42 они могут купить торс я не знаю что свой первый дом 43 а следует а второй 48 а третий там 53 это выйти на пенсию не будет 5 там единиц недвижимости там в разных местах и она будет подпитывать их retirement что за проблем такая в 38 обязательно там купить какую недвижимость у нас например другое время было совсем проще было тогда намного проще то есть скажем так рост зарплат сильно отстает вот за последние 25 лет вот то что мы наблюдаем рост зарплат сильно отставал от роста недвижимости нет нет такого чтобы там ну сейчас я соображу вот квартира которые мы купили когда-то за 130 тысяч сейчас стоит 850 значит что там получается там шесть раз да вот там и 7 зарплаты не выросли в 6 7 раз но зарплаты выросли но в 3 понимаете поэтому почему к чему я клоню что это было гораздо более благоприятное время чем сейчас но вот у нас это заняло почти три года пока мы там купили и это была квартира это не был дом а пожили мы в этом доме там не знаю пару лет и уже купили дом что-то я нарушил тут неважно уже тогда купили дом и ничего с нами не произошло такого и мы купили этот дом был нам сороковник пойти то есть не это главное давайте если если поставить телегу впереди лошади понимаете то в целом вот это транспорт транспортное средство будет неэффективным очень и какое-то время пройдет и будет понятно что надо было делать по-другому поэтому давайте еще разочек так гляну что там было ну хорошо давайте мы вернемся к чисто к чисто финансовому вопросу оставив в стороне как бы целесообразность и как бы то что там дети есть то что они подросткового возраста то что родители сами еще молодые и как бы у них вопрос того что у них есть дом стоит гораздо выше чем например вопрос того чем они занимаются какая у них перспектива роста и вообще куда они движутся по этой жизни даже в этом самом доме но хорошо дом у людей есть 40 тысяч 40 тысяч это такая сумма которая практически на всей территории соединенных штатов с исключением вот нескольких очень дорогих мест и там подороже мест эта сумма которая хватило бы на даун пеймент положил и остальные одолжил в идеале конечно считается что если вы дали там 20 процентов это лучше то есть если скажем 40 тысяч это 20 процентов то тогда получается что люди могут купить что-нибудь тысяч за 200 там 220 такого плана и еще раз если не выпендриваться а так сказать первый дом там не выпендриваемся он не обязательно совершенно новый он не обязательно там у пруда или там у озера стоит и так далее значит да конечно легко то есть вы можете смотреть смело на половину всей недвижимости в стране что неплохо значит банк чтобы дать вам остальные деньги банк смотрит если у вас доход какой то потому что одно дело но вы дали деньги это понятно у вас этих денег больше нет а как вы платить будете спрашивает банк и банк хочет и вот это вот что он хочет меняется во времени сильно в зависимости от экономической ситуации так вот банк хочет чтобы ну традиционно чтобы у вас было ну хотя бы пару лет опыта в той профессии в которой вы работаете то есть они хотят видеть некоторую стабильность я стараюсь не идти в детали потому что детали очень меняются вот за те двадцать там шесть лет что мы здесь живем мы много раз что-то покупали там и продавали и каждый раз ну вот не было двух раз чтобы они были идентичны в том как банк оценивает там степень риска и как он какой процент дает насколько длительная процедура там и так далее я могу сказать что когда вы первый раз квартиру покупали в девяносто третьем году мы что-то подписывали там такая стопка бумаги подписываешь подписываешь даже собственно и не глядя ну то есть тебе пытаются что-то объяснить так на ходу но не так чтобы все объяснить потому что суток не хватит и вот там была вот такая пачка последний раз когда мы там что-то покупали недавно относительно там была вот такая пачка каждый раз как где-то какой-то судебный кейс там и что-то такое новенькое добавляется тут подпиши здесь подпиши там подпиши еще подпиши и так далее все время что-то меняется что-то происходит и у банков соответственно тоже сейчас например достаточно благоприятное время ну вот скажем так до недавних событий вот было совсем замечательно сейчас банки хотят уже немножко больше интерес в ожидании инфляции в ожидании того что сейчас поднимут ставку federal reserve bank поднимет поднимет ставку вот где-то 13 числа что ли сегодня ну вот несколько дней осталось они там соберутся и все считают что уже как бы неотвратимо там пошел процесс повышения и так далее значит от очень многих факторов зависит но они смотрят на вашу зарплату значит в зависимости от вашей от вашего процента interest rate у нас это называется от процента под который вы берете заем значит у вас соответственно больше платежей или меньше то есть на одну и ту же сумму покупки ну не покупки в данном случае а одолженно на одну и ту же одолженную сумму если у вас 4 процента интерес это одно а если например вот у меня когда-то был восемь двадцать пять по-моему самый первый раз мы что-то покупали там было не самый первый дом когда мы покупали первый дом мы когда покупали было восемь там двадцать пять и это это совершенно другие деньги с той же самой суммы поэтому они смотрят какая у людей зарплата да у них есть представление о том какой процент денег неминуемо человек должен потратить на жизнь то есть они говорят мы не верим что у него есть вот столько денег потому что он вот эти деньги должен потратить вы можете ужаться и как хотите потому что у нас в сибири скажите вы в доме и туалет на улице и нормально но они скажут а у нас такого нет чтобы на улице знаете то есть не принимается ваше желание ужаться а вот есть некий стандарт которого они придерживаются и вот в соответствии с этим они смотрят сколько денег вы должны иметь чтобы платить вот эту сумму зарабатывать ну в общем вот у них какие то опять разные банки разные критерии поэтому люди обращаются к специалистам по финансированию моргидж брокерам потому что моргидж брокер он является агентом для большого количества банков и не обязательно банков но таких специализированных зачастую организаций которые вот специфически дают одалживают деньги под недвижимость это целая индустрия очень большая очень большая очень мощная очень денежная вы идете к хорошему специалисту а он знает как вас подать правильно он знает где там в каких то может быть ситуациях он некоторую гибкость проявляет так назовем тут закосить там пофантазировать там еще что то но в рамках но в рамках никто не хочет потерять лицензию или там оказаться на зоне но во всяком случае есть люди креативные они так подают грамм грамотнее чем другие которые просто в лоб или там как на компьютере сам форму заполнил и вот и вот и все часто люди покупают недвижимость на пределе своих возможностей поэтому там чуть-чуть вот чуть-чуть чуть-чуть подкрутить подвертеть и уже вроде как-то нам существенно лучше становится вот в рамках вот этого предела там плюс-минус немножко уже чувствуется так что значит в случае покупки через год значит первое слабое место это то что вы всего год соответственно у вас скорее всего за год вы не станете получать прилично а вы будете только в начале вашего пути то есть может быть вы через три года будете заработать вдвое больше чем через год например а может быть и в четыре а может быть и в пять то есть мы не знаем мы не знаем как у вас пойдет поэтому поэтому трудно через год или вы должны приехать с существенной суммой денег там какой-то ну то есть дать более существенный даунпеймент чтобы банк был спокойнее то есть случись продавать там есть запас и они свои вернут например так тоже может быть вот значит слабое место это то что вы всего год и скорее всего вы мало зарабатываете плюс вы мало стране то есть вы у вас нету двух лет в профессии кроме того ваш профессия может быть не очень такой с точки зрения привлекательной так по доходам вот вчера с парнем беседовал студент у нас он подрабатывает на убере и хотел квартиру пойти снять другую он живет где-то но хотел снять другую квартиру а то такой как приличный комплекс они там проверяют кредитную историю все дела они ему говорят а я извиняюсь не квартиру это другой был этот хотел машину купить он подрабатывает на убере хотел купить машину получше и он пошел к дилеру и дилер обычно занимается финансированием то есть у него есть много банков которых ну которым он может обратиться чтобы профинансировать покупку и дилер ему сказал ты понимаешь нет сейчас таких банков которые работу на убере воспринимают как работу стабильную в том смысле что у тебя есть деньги платить сегодня есть завтра нет знаете поэтому не всякая работа не всякий доход воспринимается как адекватные там и пошло и поехало поэтому возвращаясь к ситуации с молодыми людьми в практическом плане я так скажу когда вы уже приедете и поселитесь там где вы поселитесь и вы должны будете завести на местности real estate агенты real estate агентов заводят по рекомендациям от людей которые вызывают доверие которые не вызывают доверие лучше не следует их рекомендациям так вот когда у вас появится хороший real estate агент он вас будет образовывать и это образование будет сильно зависеть от того в каком штате вы находитесь потому что правила игры разные этот real estate агент скажет вам к какому специалисту по финансированию обратиться чтобы получить там приопровал то есть он посмотрит на вашу ситуацию скажет вот это можно это нельзя то есть с вами начнут работать профессионалы им надо доверять если это плохие профессионалы тогда конечно можно не доверять но зачем зачем нужны плохие и вот в этот момент произойдет ваше основное образование в этом деле потому что это всегда привязаны к местности ну что еще еще есть одна негативно не то что негативная но слабая сторона в том чтобы через месяц что-то через год что-то покупать состоит она в том что на большей части территории стены штатов купить легко продать трудно это это я к тому что когда вы в стране всего год вы еще не знаете на самом деле наверняка где вы окажетесь через пару тройку лет а может быть даже и и через три месяца то есть вдруг работа какая-то упадет там в Нью-Йорке на нормальные деньги вы все бросите и поедете и как вы это все продавать будете хозяйство то есть приобретение недвижимости подразумевает что люди стабильный вот в своей жизни стабильно они привязаны к этому месту более-менее они не собираются отсюда уезжать там в течение года двух-трех и это тоже очень важный фактор поэтому я понимаю желание иметь какую-то недвижимость в собственности но я за я очень за то чтобы у человека была недвижимость я против того когда он это делает не осознавая возможных последствий и не то что вот мы со Светланой что-то делали осознавая мы были абсолютно вот ну мы знали на порядок меньше чем вот вы сегодня знаете там из рассказов блогеров из того что можно прочитать в соцсетях там и так далее мы вообще ничего не знали но нам просто повезло это не было связано именно со знанием это было связано с тем что нам повезло вот мы в такое время там покупали что-то такое для себя то есть сейчас конечно уже спустя там два десятка лет мы мы конечно кое-чего знаем тоже не все и может быть недостаточно много знаем но более-менее знаем вот а и плюс мы основное что мы знаем что мы когда работаем мы с профессионалами работаем которые до знают и можно доверять и вот вот тогда уже более-менее что-то получается и то не всегда поскольку есть факторы которые никто не регулирует и никто не знает как пойдет рынок работа безработицы президенты там курс какие-то биржевые там какие-то дела и так далее и как это все влияет на всю остальную жизнь поэтому уже знаю насколько можно влететь как бы да с опытом да я говорю страшно когда человек так вот поступает как мы когда-то но нам но нам повезло и мы мы понимаем что нам повезло мы могли потерять все все что у нас было но у нас ничего такого не было но вот тоже вот то что было то могли потерять легко и неоднократно но просто мы в хорошее время здесь оказались и у нас было достаточно смелости чтобы в хорошие времена совершать необдуманные поступки если бы мы их совершали в плохие времена кончилось бы плохо но поскольку времена были хорошие то вот мы такие можно сказать безунчики да так что я двумя руками как бы и всем сердцем с вами ну послушайте может быть что я там рассказываю и постарайтесь определиться вот с остальными вопросами и как только вы с ними определитесь то есть где вы живете чем вы занимаетесь сколько вы зарабатываете 37 лет это такой ну не то что юный возраст но в общем небольшой я серьезно 30 лет еще жить и работать что же вы теперь будете жить там где дешевле дом купить это же палка то о двух концах понимаете поэтому есть места где зарплаты вроде высокие а жилье все равно не очень дорогое потому что там вокруг много людей где много людей которые мало зарабатывают но важно чем вы занимаетесь если вы там в технологиях войти там в инженерном каком-то деле то вы практически всюду короли ну вот может быть кроме силиконовой долины где все инженеры и ученые относительно других поэтому я ничего из этого не понял вот а то что касается чисто вот финансирование там и так далее да конечно вы можете купить квартиру вы же не обязательно дом можете покупать можете купить таунхаус он поменьше там земли меньше а земля денег стоит пространство для жизни там может быть вполне достаточно кроме того если у вас дети подростки то вы можете сказать себе вот мы тут будем жить на двоих нам и квартиры может быть хватит хорошей на двоих может быть вам и дом не нужен может быть вам таунхауса хватит то есть вы как бы уже берете с расчетом на то что ребята скоро уедут разъедутся дети а вы останетесь вдвоем вот будете здесь жить я не знаю а есть люди в 37 лет и маленького заводят тоже я как бы таких много тоже знаю ну то есть понимаете очень очень много всего поэтому я бы начинал не с дома а со всего остального а дом приложится только так как только остальные вопросы определятся дом уже там в качестве ну не бесплатного приложения но приложение счастливо все и Субтитры создавал DimaTorzok